Добрый день, Днепр! Сегодня с вами встречается Александр Рымбалович, четвертый танк карате, мастер спорта Украины, заслуженный тренер Украины. И Рымбалович Артур, кандидат мастера спорта по карате, обладатель черного пояса. И сегодня он продемонстрирует оздоровительные комплексы, которые называются ката. И сейчас комплекс, который он выполнит, называется хиян нидан. Это базовые элементы карате. Так как карате начинается и заканчивается поклоном, то есть мы здесь, стараемся пользоваться традициями, которые приняты не только в Японии, а и в других странах. То есть поклон, это знак уважения, это настрой на определенные элементы. И начинается карате с поклоном, и заканчивается с поклоном. То есть мы всегда стараемся себя совершенствовать в индивидуальном плане. И первый элемент, который мы выполняли, если противник наносит к нам удар, будешь, мы что-то делать. Вот. Наносит удар в лицо, то мы приближаемся к противнику, наносим блок, и после этого мы можем прихватить его голову, нанести удар по шее, нанести удар вниз. Другой вариант, это когда противник наносит удар в лицо, мы делаем защиту, идет повторный удар в лицо. Это болевое воздействие на локоть, и после этого удар сюда или вот в это движение. И третий вариант, это когда мы делаем защиту, и здесь делается защита и удар-апперкот, и потом удар вниз. Все то же самое выполняем в другую сторону. Также здесь используются удары ребром ладони. Это очень опасный удар по шее, потому что можно вызвать спазм клюксевидно-сосовидной мышцы. Вот здесь проходит сонная артерия. Если нанести сюда удары ребром ладони, то мышца имеет отек, и она пережимает сонную артерию, после этого идет гипоксия мозга, то есть человек может потерять сознание, вот, ну и может закончиться для него это летальным исходом. Очень много элементов удары пальцами, вот, в этом ката. Следующий элемент, он покажет более сложная ката. Это то ката, которая дала жизнь карате в Японии. Называется ката «Канку-дай». Стой! 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 Ай! 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 История этого ката насчитывает около пяти сотен лет. Это очень старый комплекс. Он со временем перетерпел много изменений, но сущность его остается все той же. Он укрепляет ваши суставы, он дает вам возможность наносить мощные и сильные движения. И многие движения до сих пор актуальны. Очень много элементов. Камая и Майагири в живот. Подхват и рука бьет в сустав. Здесь идет травма. И после этого человек плохо себя чувствует, не может ходить. В этом ката есть атака в лицо. Делается блок. После этого поворот. Ломается рука. Если она не сломалась, то есть можно пойти. Вот. И после этого можно сделать движение, после чего человек может упасть. Вот. Очень много элементов. Удар в лицо. Где удар идет в пах. То есть идет техника ноките. И после этого человек слегка наклоняется. И после этого мы ударом отходим. Очень много удар в лицо. Блоков с ударом руками. После чего, если это не сработало, идет удар. Я аккуратно покажу. Майагири в подбородок или Майагири в голову. Вот. И после этого человек выполняет падение. Если вы нанесли удар очень точно. Очень хорошо. Многие движения, если противник вас схватил. И хочет атаковать. Можно сделать защиту рукой вверх. И прихватить им нанести удар сюда. Или в эту сторону. Вот. Плюс движения ударные. То есть кат начинается с удара рукой. Когда мы бьем. Здесь уж на раковина находится перепонка. Ее можно перебить. То есть или хлопком. Или обратным хлопком. То же самое в другую сторону. После этого идет вытягивание. И наносится определенные удары руками. То есть все элементы, которые есть в ката. Плюс выпрыгивание. Очень интересные. Очень опасные. Особенно где мы камаем. И вот он получается. В прыжке я сделал блок. И второй удар наносится в человека. И так далее. Вот. То есть также в ката заложены элементы. Где нам нужно научиться обходить противника. Концовка ката. Когда шаг вперед сделаешь. Когда мы подходим. И отсюда поднимаем. И противник падает. То есть здесь может быть удар от колена. Мы можем присесть. Нанести удар. Все блоки, которые мы в этом ката использовали. Он сегодня уже показывал. Это блок. И удар. Рукой тоже самое. Блок. И два удара в другую сторону. То есть самые простые элементы. Они очень хорошо работают. Очень эффективны. И так далее. Да. Ну и концовка. Завершение ката. Это обязательно идет заминка. То есть это мы ставим ножки. Начинаем подтягиваться в одну сторону. Подтягивается в другую сторону. Чтобы снять напряжение с четырехглавой мышцы бедра. С квадрисмуса. Мы берем. Тянем пятку к ягодице. Опускаем колено вниз. Снимаем напряжение в мышцах. Потому что низкие стойки всегда перегружают ноги. Делаем налево направо. Вот. Потом садимся. Садимся на одну ножку. Тянем под коленом. Вот. Перекатываем на другую ножку под коленом. После этого снимаем напряжение с поясницы. Прогибаемся назад. После этого вытягиваем ручки вниз вперед. Да. И после этого также можно потянуть боковые части влево. Боковые части вправо. Вот. Снять напряжение с мышц. Вот. И перейти на кисти. Снять напряжение с кистей. И после этого заканчивается наше занятие. Мы друг друга благодарим за усердие и старание. Вот. Не боимся давать руку по желаниям и так далее. Да. И еще немаловажно, чтобы мы могли выполнить дыхательные упражнения. Для этого нам нужно научиться дышать брюшным дыханием. Заканчивается занятие. Можно стоя, можно сидя. Вот. Можно положить руку на живот. На вдохе мы выпячиваем живот. У нас опускается диафрагма. И на выдохе мы втягиваем себя. И так можно сделать дыхательное упражнение. Сделать вдох и выдох. Сделать вдох и выдох. Сделать вдох и выдох. То есть если мы будем правильно дышать, значит циркуляция будет у нас проходить очень хорошо. И вы будете себя чувствовать намного лучше, чем чувствовали раньше. До свидания. Всем спасибо. Спасибо. Но спасибо makers. Спасибо. 이었ое дело. rules Продолжение следует...